Всем привет, с вами Полтем. Добро пожаловать на канал, это 379 выпуск обзора лучших игр на iPhone и iPad. Давно не было этой рубрики, потому что ничего годного не было в App Store. Но на этой неделе магазин приложений порадовал, поэтому у нас есть классные игры, в которые вы сможете играть. Оценивай видео пальцем вверх, пиши свои комментарии, как и эти ребята, чтобы попасть в видео и подписывайся на канал. Первая игра называется Puzzlarium и в ней вам придется собирать пазлы. Здесь достаточно много коллекций с пазлами, в каждой коллекции есть огромное количество пазлов. Очень классно, что у каждого пазла есть своя собственная история, так что вы еще и узнаете что-то новое о различных локациях. Выбрав какой-то пазл, вы сможете выбрать количество элементов, из которых состоит пазл, а также уровень сложности, которых здесь три. После этого вы начинаете собирать пазл. Это достаточно простой уровень, поэтому вы видите картинку на фоне и, соответственно, у пазлов есть вот эти отверстия, которые показывают, какой элемент нужно подставлять. В целом это простой левел, поэтому все достаточно просто. Но когда игра становится сложнее, у вас уже нет картинки сзади, то есть вы не понимаете, как это выглядит на обратной стороне. И, конечно же, элементы без вот этих дырочек и прочих соединений. То есть вам уже нужно думать головой и соединять, например, цвета в определенные последовательности. Если любите пазлы, это определенно та игра, которую стоит скачать. Тем более сюда можно загружать свои собственные фотографии и из них уже делать пазлы и собирать пазлы по вашим фоткам. Игра бесплатная, поэтому попробуйте. Следующая игра называется Stick Tennis. Если вы любите большой теннис, игра также обязательно к установке. Игрушка бесплатная, вы можете бросать вызов лучшим игрокам всех времен в режиме мирового господства. И также имеются различные турниры шлема. То есть это что-то вроде той серии, которая в реальном большом теннисе. И вы можете участвовать в различных кубках и выигрывать. Управление очень простое. Ваш игрок передвигается сам по полю. Вам нужно просто свайпами направлять мячик. Это же делает и соперник. И становится сложно, когда вас начинают раскидывать по разным сторонам. И приходится быстро ориентироваться, быстро делать свайпы вперед-назад. Чтобы, соответственно, или приблизить мячик к сетке, или наоборот, сильно ударить в какую-то из сторон. Короче, пробуйте. Игрушка достаточно простая. Но, тем не менее, соревновательный интерес здесь присутствует. Дальше идет Balance Stuff. Здесь вы должны сбалансировать различные вот эти бокалы, чашки, бутылки на игровой поверхности. Соответственно, как только вы делаете баланс всему, что нужно для уровня, вы переходите уже на следующий левел и открываете новые предметы. И так с прохождением у вас становится реально много различных вещей, которые нужно балансировать. В конце уровня вас ждет некоторое время. То есть игра как бы тестирует эту всю конструкцию на баланс. Если что-то падает, придется начинать заново. Если все хорошо, то опять же идете на следующий левел. Это простая убивалка времени, которая на данный момент находится высоко в топе бесплатных. И в целом можно попробовать поиграть, если нравятся подобные казуальные игры. Предпоследний на сегодня игра называется Batlanders. И вы здесь играете на открытых, достаточно больших картах. Одновременно на уровне может быть 25 человек. И каждый пытается выбраться с этого игрового поля. То есть какое-то время вам придется побегать, поискать различные ресурсы. Но в конце уровня вам придется сигнал, что открыта точка выхода из этой зоны. И вам к этой точке нужно добраться. Одновременно это же пытаются делать и другие участники игры. То есть тут цель состоит в том, что нужно выбраться с уровня. То есть не нужно всех расстрелять и остаться одним. Нужно выбраться, при этом собирать различные игровые элементы. По типу оружия, различные аптечки. Чтобы усовершенствовать ваш арсенал и вашего героя. Тут одежда, рюкзаки, в общем все, как в подобных шутерах. Управление очень простое. Джойстик и кнопки. Если хоть раз играли в шутер по типу PUBG, то эта игра вам будет достаточно привычной. Она бесплатная, так что попробуйте. В целом выглядит неплохо. Последняя на сегодня игра называется Снайпер против Чифс Классик. То есть снайперы против воров. Вы играете или за снайпера, или за вора. В данном варианте я вам показал игру от снайпера. То есть у вас есть такая игровая зона. Воры там что-то украли. Мы видим золото в снайперском прицеле. И теперь они пытаются сбежать к фуре, которая их ждет. Они перебегают между коробками и прочими локациями. Вам это все нужно контролировать. И по возможности убить всех, чтобы они не добрались до машины. Так вы выиграете, заработаете золото, которое потом сможете тратить на прокачку. Ну и конечно воры просто не добегут до машины, чтобы уехать. Этот вариант уже за вора. Вам нужно перемещаться между локациями. Там где-то в здании сидит снайпер. И он контролирует всех, пытаясь выстрелить. Вы можете быстро передвигаться между различными киосками, машинами. Делать свайпы, чтобы быстренько прыгать. Ну и использовать различные бустеры, которые есть у вашего героя. Это очень классная игра. Определенно ее рекомендую скачать. Наверное, must have этого видео. Который бесплатный и достаточно интересный. Все ссылки на игры находятся в описании к видео специально для вас. Ничего искать не нужно. Так что ставьте за это палец вверх. Пишите свой комментарий. И подписывайтесь на канал. Пока.